Девушки отдыхают Группы продленного дня с 2019 года будут называться группами досуга и это единственное изменение в организации послеурочного времени школьников. Форма и продолжительность продленки останутся прежними и самое главное она будет бесплатной, как и школьные завтраки. Найдено совместное решение о том, что до конца учебного года 2019, то есть до июня месяца будут обеспечены горячим питанием все ученики 1-11 классов всех наших школ бесплатно. Также в бюджете 2019 в полном объеме сохранены льготы для инсулинозависимых больных с сахарным диабетом. Благодаря увеличению поступлений из региона объем казны в следующем году вырос почти на 500 миллионов. На условиях софинансирования в Сарове запланировано строительство крупных объектов. Строительство новой школы номер 11, мы ее начинаем уже в 2019 году. Мы объявили конкурс уже при практически стопроцентном финансировании на ремонт школы номер 10. Мы планируем завершить ремонт к сентябрю 2019 года. Мы начали уже реконструкцию улицы Симашка. Полномасштабно идет разработка проектно-сметной документации на строительство новой детской поликлиники. Мы надеемся, что к концу 2020 года она будет построена. Продолжаются переговоры с областью по вопросу строительства в Сарове ФОК, а город рассчитывает на софинансирование объекта на условиях 30% местных средств к 70% региональных. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Если раньше право парковаться под знаками «Стоянка запрещена», стоянка запрещена под четным и нечетным числом, было только у инвалидов первой и второй групп и граждан, перевозящих детей инвалидов, то теперь к ним добавились инвалиды третьей группы. В зоне действия дорожного знака «Парковка» стоянка с табличкой «Инвалиды» могут останавливать также транспортные средства инвалиды третьих групп. Здесь же по аналогии с предыдущим моментом. Раньше было только инвалиды первой и второй группы и дети инвалиды. В этот перечень добавились инвалиды третьей группы. Изменения коснулись и желтого знака «Инвалид» на стекле автомобиля. Некоторые водители оформляют специальный индивидуальный знак, на лицевой стороне которого указывается порядковый номер и дата выдачи. На оборотной стороне данные инвалида, а также номеры серии документа, ее подтверждающие. Со временем всем автомобилистам, имеющим инвалидность и перевозящим инвалидов, придется заменить прежний знак, купленный в магазине, на специальный, зарегистрированный с персональными данными. Не обязательно наличие именного знака. Можно этот знак купить в любом автомобильном магазине, в соответствии с основаниями, которые предусмотрены, установить его на транспортное средство и также им пользоваться. Не обязательно получать именной знак. Пока вот требования правил дорожного движения такие. Последние изменения в правилах дорожного движения коснулись и действий водителей при ДТП. Кардинально нового не произошло. В постановлении лишь обобщили и конкретизировали алгоритм поведения участников аварии. Если при ДТП не пострадали люди, а ущерб нанесен только автомобилям, водителям необходимо сфотографировать положение машин на проезжей части, после чего убрать их с дороги. Следующий этап – выяснить, нужно ли прибегать к помощи сотрудников ГИБДД. Если они в соответствии с федеральным законом номер 40 Абасага имеют право обратиться по прямому регулированию убытков по европротоколу в страховую компанию напрямую, то обращаться в полицию не нужно. Обойтись без участия госавтоинспекции можно в случаях, если в ДТП пострадало не больше двух автомобилей, оба водителя имеют действующую страховку, а ущерб от аварии не превышает 100 тысяч рублей. Если хоть один пункт отсутствует, следует обратиться в управление ГИБДД в приемные дни. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Подводя итоги уходящего года, в администрации отчитались о выполненной работе по профилактике коррупционных правонарушений. В этом году знание чиновниками законодательства проверялось на аттестациях и экзаменах. Но не обошлось и без нарушений. В 2018 году проведено одно заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов. По итогам которого к дисциплинарной ответственности был привлечен один муниципальный служащий за несоблюдение требований к служебному поведению. Порядок приема в спортивные секции, творческие объединения, бесплатное обучение и платные услуги в учреждениях дополнительного образования, проверка арендованных помещений. Директор департамента по делам молодежи и спорта рассказала о том, как организована работа по профилактике коррупции в молодежном центре, клубах по месту жительства и спортивных школах города. На родительских собраниях в этом году была рассмотрена тема запрета «Дарите и получать подарки». В преддверии новогодних праздников эту тему еще раз освежили. Но профилактика коррупции проводится не только среди педагогов и родителей. Подрастающее поколение активно занимается изучением этой проблемы и включается в работу по профилактике коррупционных нарушений. В период летней кампании в лагерях труда и отдыха с несовершеннолетними гражданами были проведены серии деловых игр на эту тему, коррупция это, ну и размышления на эту тему и что нужно знать о коррупции в целом. В завершении заседания комиссии утвердили план работы по противодействию коррупции в Сарове на 2019 год. Елена Грецко, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. В этом году в Сарове зарегистрировано более 800 преступлений на 24% больше, чем в 2017. Такой рост в полиции связывают с активизацией мошенников, жертвами которых становятся доверчивые горожане. В целях профилактики стражи порядка начали обходить квартиры и раздавать памятки, где рассказано о том, как действуют злоумышленники и как можно от них защититься. Также фиксируется рост преступлений в состоянии алкогольного опьянения. В этом году беспокойство горожанам доставила группа подростков, которые совершили серию краж. Одного молодого человека направили в специальное учреждение, второй отбывает наказание в центре изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Ну и в отношении последнего, там расследуется ряд уголовных дел в Следственном комитете, совершение двумя несовершеннолетними грабежа с насилием в отношении граждан нашего города. Остальные дела, которые находятся у нас в производстве в следственном подразделении и дознании, тоже на соединении к этому уголовному делу направляются. Я думаю, в январе месяце данное уголовное дело будет направлено в суд. Что касается ужесточения закона о тишине, то Саровская полиция начала работу и в этом направлении. Гражданин, у которого соседи шумят, обращается в полицию, пишет заявление, полиция проводит проверку, составляет материал, потом протокол, направляет протокол для осмотрения в суд и в суд принимает решение про лечение ответственности. В принципе, статья рабочая, работает. В этом году прошло сокращение личного состава ГИБДД. Однако, благодаря наличию технических средств, в том числе камер на основных перекрестках, свои задачи сотрудники дорожной полиции выполняют в полном объеме. Самим же водителям также не стоит забывать о культуре вождения. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Прогресс добрался и до Саровского общественного транспорта. Теперь при входе в автобус горожанам больше не нужно возиться с мелочью. Достаточно приложить транспортную или банковскую карту к специальному стационарному валидатору, который после успешного прохождения операции выдаст пассажиру чек об оплате. Можно расплатиться с помощью транспортной карты или с помощью банковской карты, если она у вас бесконтактная, просто приложив эту карту к терминалу. Автоматизированная система контроля оплаты проезда действует на муниципальных маршрутах еще с апреля прошлого года. Валидаторы в виде ручных терминалов появились у кондукторов на всех автобусных рейсах. Ими продолжат пользоваться и после внедрения стационарных аппаратов. Заплатить за проезд по-прежнему можно будет у кондуктора или водителя автобуса. Транспортные карты можно приобрести в городе Транси, но это будет транспортная карта только как проездной билет. Либо юридическое лицо, либо физическое лицо. Покупаете либо на 30 дней, либо на 60 дней. Приобрести транспортную карту можно на почте России. Только после покупки ее баланс необходимо пополнить через банкомат или мобильную систему оплаты. Продают такие транспортные карты и в отделениях Сбербанка, при условии, что гражданин сразу внесет на счет 200 рублей. На карту записывается один тариф, либо электронный кошелек. Туда кладутся деньги минимум 50 рублей и максимум 14 999. Либо вы берете тариф проездной. И там выбираете, какой лучше вам проездной. Два месяца, один месяц. Если вы откатались проездной и вам захотелось электронный кошелек, тогда нужно идти на почту или в Сбербанк, чтобы вам перепрограммировали карту. Единый социальный проездной билет и абонемент, а также проездные билеты для школьников и студентов на бумажных носителях будут действительно до конца января. Персональную льготную карту следует получить до 1 февраля. Оформить ее можно на автостанции Тупиковой и в многофункциональном центре. Более подробной информации по телефону 977-68. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Новый затвор для городской плотины был изготовлен в Держинске. Его проектировкой занимались нижегородские архитекторы. Подрядной организации предстояло демонтировать старую конструкцию, на время работ установить аварийный шендор и только после этого взяться за монтаж нового затвора. Ремонтные работы на гидротехническом сооружении заняли приблизительно месяц. Для того, чтобы его заменить, конечно, уровень воды был понижен, потому что эти работы невозможно было выполнить без понижения уровня. Сейчас вот затвор поменяли, сейчас все придет уже в норму. Три года назад старый затвор прошел экспертизу, по итогам которой конструкция была признана аварийной, а дальнейшая ее эксплуатация могла привести к неприятным последствиям на гидротехническом сооружении. На период замены затвора перекрыли движение по пешеходной части моста через Сатис. Требуется еще дальнейшая работа по этому затвору, конечно, не по самому затвору, а по самому полотенному сооружению. Основание, уплотнение надо все тоже менять, но это уже не в рамках этого контракта. Затвор для гидроузла представляет собой металлический щит высотой практически 3 метра. Его основная функция – перекрывать водопропускные отверстия и регулировать уровень реки, примыкающие к гидротехническому сооружению. Теперь пропуск паводковых вод можно будет осуществлять через оба затвора. Паводковая ситуация будет быстрее стабилизироваться, чем раньше. Обслуживающая организация, которая в этом году будет обслуживать гидротехнические сооружения, станет легче. Согласно контракту, гарантия на новую конструкцию – 5 лет. По словам специалистов администрации, на зимний период затвор будет закрыт. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. На встрече много говорили о достижениях саровских спортсменов, о стремлении к победе и упорстве на тренировках. Ребята признавались, что перед соревнованиями они ежедневно занимаются по несколько часов. На сегодняшний день среди бадминтонистов с нарушениями слуха есть даже призеры международных соревнований. Вы, самое главное, не должны никогда бояться побеждать. Вы должны обязательно бороться, находить в себе внутренние силы. И тогда все у вас будет хорошо. Максим Каляскин занимается плаванием 3 года. На соревнованиях для детей с ограниченными возможностями здоровья с мальчиком давно считаются все соперники. И все потому, что спорт в жизни Максима занимает одно из главных мест. Потому что я люблю спорт, занимаюсь спортом, хочу первое место занять. По Олимпиаде, по Чемпионату мира, съездить в какие-то другие страны, чтобы получить первое место. Олимпийские игры, Чемпионаты мира и Европы, соревнования российского и областного уровней. Медали и награды у саровчан есть во многих видах спорта. И все они по-настоящему ценны. Вклад спортсменов в результат своего труда, он очень большой. А еще больше вклад ребят, у которых есть какие-то ограничения, которые преодолевают себя и добиваются в спорте больших, высоких результатов. На церемонии награждения каждому из ребят вручили специальный подарок – смарт-браслет. Подобные встречи перед Новым годом еще раз подтверждают тезис, что спорт в Сарове доступен для всех. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Сарово-24. Посоревноваться в инженерно-техническом творчестве с сильнейшими командами мира и перенять опыт других стран. Трое воспитанников школы информатики «Вектор плюс плюс» получили право войти в состав национальной сборной и представить нашу страну на престижном конкурсе юных инженеров-конструкторов в Тайване. Знание механики и кинематики перемещения роботов нам позволило реализовать свой потенциал. И самое главное – это слаженность в самой команде. Для Владислава Захарова это первый опыт участия в инженерно-технических конкурсах. Школьник проверил свои навыки работы в команде, углубил знания по робототехнике и в очередной раз убедился, что не зря сделал выбор в пользу точных наук. В течение трех часов мы собирали трех роботов. Моя роль была – я выпиливал фанеру, делал моторы, иногда клеил, собирал, конструировал. Глеб Горькаев был капитаном команды. На его плечи легла ответственность за распределение ролей, контроль за ходом работ. Перед юным инженерами-конструкторами стояла задача – собрать из множества деталей цельный работающий механизм использовав при этом знания по физике, электронике, технологии и другим предметам. Мне оказалось полезно ощутить новые условия, то есть очень сжатые сроки. Три часа – это крайне мало для трех роботов. И также опыт руководства. Евгений Корнеев в будущем хочет связать свою жизнь с программированием. На конкурсе в Тайване ему удалось посмотреть на то, как работают сильнейшие сборные и почерпнуть новые знания в области инженерно-технического творчества. Это огромный опыт. Во-вторых, это очень запоминающиеся эмоции, потому что каждый раз это новая страна, что-то новое открываешь для себя. И работа с другими командами очень активная. По итогам конкурса саровчане были награждены дипломом первой степени в номинации «Лучший дизайн». Наши ребята стали единственными призерами из всей российской делегации. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Сюрпризом для пенсионеров стало появление Деда Мороза. Зимний волшебник приготовил для бабушек и дедушек загадки и шуточную викторину. А самым находчивым вручил подарки. «Будем веселиться, мы играть не будем в прятки». Яркую концертную программу подготовили артисты ансамбля самодеятельности «Улыбка». В этот раз темой небольшого концерта была зима и Новый год. Вокалисты исполнили русские народные композиции и хиты советской эстрады. Многие зрители в зале подпевали, когда звучали знакомые мелодии и песни. Коллектив самодеятельности традиционно выступает на праздниках в Совете ветеранов, а также участвует в различных конкурсах и фестивалях в городе и области. И уходящий год не стал исключением. Дипломы и грамоты ансамбля заняли достойное место в Совете ветеранов. Просто, коротко если говорить, в мероприятиях, вот такого типа мероприятий, на тех мероприятиях, где наш ансамбль «Улыбка» выступал, мы таким образом фактически охватили около 4 тысяч человек. Поздравить пенсионеров с наступающими праздниками пришли представители Городской думы и администрации. Напомнив о важных событиях уходящего года, они отметили активную жизненную позицию саровских пенсионеров, поблагодарили ветеранов за их многолетний труд и пожелали оставаться такими же энергичными, здоровыми и крепкими духом. Хочу всем вам в новом году пожелать здоровья, благополучия вам, вашим близким. Пусть хорошее настроение вас никогда не покидает. Праздничный вечер с любимыми песнями, беседами, за чашкой чая и развлекательной программой стал для гостей приятным подарком к Новому году. Так как самое главное для пожилых людей – это душевное общение и чуткое внимание к их проблемам. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Владимир Тюнов, Дарина Литвинова и Александр Широких авторской песней занимаются уже давно. Выступать втроем начали в далеком 2012 году. И за это время успели поколесить по стране с концертами. В клубе мы очень давно, поем вместе давно. И одно время мы с Сашей пели вдвоем дуэтом. Тоже у нас и диск есть, в общем-то, и моих песен, правда, записаны вдвоем. И концерты давали вдвоем. Но вот захотелось чего-то новенького. И позвали Дашу, она согласилась. По словам Владимира, в их маленьком коллективе на гитарах играют все участники. Но раскладывать песни на три струнных инструмента ни к чему. Именно поэтому Дарине Литвиновой достались оригинальные шумовые инструменты. подавали, 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 подавали. Понемногу решили даже вводить инструменты другие. И вот сначала пианика появилась, потом вот этот посох дождя. Мы его услышали у других ребят и поняли, что он очень хорошо вольется. Несмотря на название альбома «Этот город», песен про Саров в нем нет. Да и объединять композиции единой стилистикой и направлением музыканта не стали. Себе они поставили другую цель. Здесь хотелось скорее его архивным сделать. То есть записать то, что мы могли сделать втроем и могли сделать хорошо. То есть песенки все-таки выбирались, но я не скажу, чтобы они подбирались под диск. Прошел вечер в теплой атмосфере, а в завершении концерта артисты спели самые известные песни авторов песенников вместе со зрителями. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Подводя итоги физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в ядерном центре ВНИЭФ, начальник отдела физкультуры и спорта Наталья Кочеткова подробно рассказала о развитии и поддержке профилирующих видов спорта на предприятии. Это огромная поддержка. Это мало того более 30 культивируемых видов спорта, но еще и оказание поддержки видам спорта, которые культивируются в городе. Это ведущим спортивным клубом. Не каждая, наверное, организация может похвастаться такой поддержкой в области развития физической культуры и спорта. Одно из нововведений этого года – изменение привычного формата проведения спортивных праздников, в расписании которых включили сдачу норм ГТО. А также впервые наш город стал площадкой для проведения второго отборочного этапа летней Атамиада-2018. У нас появилось ГТО, потом у нас появилась Атамиада, которая еще ни разу в Сарове не принималась. И на основе того, что мы так работаем, нам все-таки доверили проведение еще и зимней Атамиады, которая у нас будет проводиться с 7 по 10 февраля. В этом году увеличилось количество работников ядерного центра ВНИЭФ, принимавших участие в различных спортивных соревнованиях – городских, всероссийских и даже международных. В главном отборочном этапе летней Атамиады-2018 участвовало более 70 сотрудников ядерного центра. Почти 9,5 тысяч сотрудников и членов их семей выбрали спорт в качестве активного времяпрепровождения. У нас возрос семейно-спортивный интерес, что на спортивные базы стали приходить семьи, мы стали много проводить семейных спортивных мероприятий, которые пользуются успехом. Но ядерный центр вовлекает в спорт не только сотрудников и членов их семей. Подрастающие смены и будущие работники РФЯЦ ВНИЭФ – это студенты Саровского политехникума имени Бориса Глебовича Музрукова. Ребята профтехучилищ – это та наша будущая рабочая сила, которая у нас идет на практику на завод. И тем самым мы хотим показать, какая жизнь в ядерном центре ведется, что не только вы пришли, ребятки, на завод, отработали и ушли. Нет, вот у нас еще так интересно, можно заниматься по интересам, в том числе и физической культурой спорта. За спортивную жизнь ядерного центра отвечают также комиссии по физкультуре и спорту профсоюзного комитета ядерного центра, председатели правкомов подразделений, руководители физкультурных коллективов. Главная цель – организация спортивно-массовой работы в коллективах и на предприятиях в целом. Развитие физкультуры и спорта – очень серьезная социальная программа, которая наряду с другими успешно реализуется администрацией и профсоюзного комитета. Самым приятным пунктом повестки спортивной конференции стало подведение итогов спорта Киадр Фиасуньев, которые тоже в этом году претерпели изменения. Организаторы спортивного соревнования решили объединить группы А и Б. Были опасения, что спортсмены второй группы не смогут выдержать конкуренции с сильными командами, но прогнозы не сбылись. И как оказалось по итогам, результаты по отдельным видам спорта, опасения были напрасны. Так, например, коллектив «Факел» – это коллектив группы «Б» в мини-футболе занял первое место среди сильнейших команд группы А. По результатам спорта Киада тройку лидеров замкнула команда «Вымпел» у «МИАТ». Второе место у «Боревестника» – институт ядерной и радиационной физики. А золото досталось сборной института теоретической и математической физики «Союз». Я считаю, что в этом году эта победа очень важна, так как соревнования проводились, спортсмены проводились по новому формату. Первый раз, и, собственно говоря, первый раз мы сразу стали победителем. Я бы хотел поблагодарить всех спортсменов КФК. Наша победа – это вклад каждого спортсмена в общую копилку. Впереди новый спортивный год, который начнется с нового введения. В 2019 году станет на один профилирующий вид спорта больше. Хоккей включен в календарь соревнований. И уже в феврале на зимней Атамиаде честь предприятия будет защищать сборное ядерного центра в НЕФ по хоккею. Всего на чемпионаты первенства области по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе приехали представители пяти школ акробатики. Конкуренцию с Саровчаном составляли нижегородцы и спортсмены из Арзамаса. После области у нас это идет отбор как бы на Привозский федеральный округ, который будет проходить в феврале в Оренбурге. Высокий статус и значимость этих соревнований оказали влияние и на настроение участников. Каждый старался выступить на максимуме своих возможностей. Набрать высший балл и попасть в состав сборной можно было только при условии идеально выполненных двух подходов. На своем первом прыжке Даниил Федорьев при приземлении потерпел неудачу. Несмотря на это, мальчик с позитивом смотрит на тот вид спорта, который он выбрал четыре года назад. Мне нравится, потому что я могу быть сильным, уверенным и веселым. Как признался юный спортсмен, при первой попытке он от волнения не успел открыться и выпрямить ноги, поэтому произошла досадная ошибка. Ко второму подходу Даня собрался и сделала все без помарок. По словам Александра Абакарова, Саровская школа прыжков на батуте и двойном мини-трампе по-прежнему одна из самых сильных в области. Вот недавно мы съездили на открытое первенство Нижненовгорода. Мы там привезли 14 наград. Всех больше набрали из всех школ, которые выступали. На первенство ПФО отобрали лучших спортсменов, а значит у знаменитых саровских чемпионов. Михаила Заломина, Александра Одинцова и Ирина Алексеевой подрастает достойная смена. Кирилл Васильев, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. До наступления Нового года осталось совсем немного. В дни зимних каникул для горожан приготовили много праздничных мероприятий. Часть из них по традиции пройдет в парке имени Зернова. Парк культуры и отдыха пригласит горожан на традиционный детский каток, который начнет свою работу. 5 января мы ждем маленьких и взрослых на интерактивный большой зимний квест по парку вместе со сказочными героями, который начнется в 11 утра. В ближайшее время в парке откроется реконструированная детская площадка за игровыми автоматами. Открыла череду новогодних мероприятий церемония зажжения огней на новогодней елке. Для этих целей выбрали дерево, которое растет у аттракциона «Автодром» в парке имени Зернова. Так как парк сегодня пользуется большой популярностью, и у нас по сути самая высокая живая ель в городе, поэтому место выбрано было именно в парке. Несмотря на мороз, праздник собрал много маленьких саровчан и их родителей. После церемонии зажжения огней малыши и взрослые вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами водили хоровод вокруг елки, пели и танцевали. Ель, украшенная новогодними огоньками, будет радовать детей и взрослых и создавать саровчанам новогоднее настроение. Екатерина Опенова, Константин Островский, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. В секции тенниса занимаются ребята от 7 до 16 лет. Все они принимают активное участие в жизни центра внешкольной работы, выступают на городских, областных и всероссийских соревнованиях. Педагоги секции стараются проводить семейные турниры для юных спортсменов и их родителей. В декабре теннищисты традиционно встречаются на новогоднем турнире. Это у нас уже стали традиционные соревнования. Мы их проводим. Они уже вторые у нас. Это очень интересно, особенно в преддверии Нового года. Приходил Дедушка Мороз со Снегурочкой. Были награждения, чаепития. У нас было очень весело и здорово. И действительно ощущение наступающего Нового года. В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов. Всем им предстояло сразиться за первые места. По словам начинающих теннисистов, постоянные тренировки и настрой на победу позволили без труда сразиться со взрослыми спортсменами. Было очень интересно. Родители дали хороший бой. Но там не все умели играть. Поэтому, мне кажется, за счет этого мы победили. Сегодня ребята и их родители готовятся к очередному турниру семейной пары, которые пройдут уже в феврале. Юным спортсменам и их родителям предстоит побороться за титул лучшей семейной команды. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Было сложно, интересно и даже весело. Такое впечатление осталось у Романа Шилина после четырех дней работы на форуме «Проектория». Участие в проекте стало для старшеклассников проверкой на прочность. Ребятам предлагалось решить задачи более высокого уровня. Поэтому школьных знаний хватало не всегда. Работодатели представили задание, которое называлось «Кейс». Они приближены реальные или приближены к реальным задачам, которые решают корпорации, компании. И мы в сжатые сроки должны были их решить и в конце представить. Роман Шилин работал в кластере «Технология космоса». По итогам форума он получил сертификат на участие в профильной смене госкорпорации «Роскосмос» «Первая космическая» в Артеке. Но главное, считает юноша, он получил уникальный опыт работы в команде. Пригодится опыт решения задач в крайние сроки. Пригодится опыт взаимодействия с другими людьми, с незнакомыми. Когда нужно собрать команду из незнакомых людей и быстро распределить и все начать решать. Кристина Кузнецова вместе с другими школьниками работала над проектом в Сарове. Задачу перед учениками поставили непростую – разработать транспортную систему для острова. Но благодаря слаженной и дружной работе команды, а также помощи кураторов, с заданием старшеклассники справились. Мы должны были разработать маршруты так, чтобы люди недолго ждали автобусы, чтобы это было минимально затрачиваемо по энергетике. Участие в профориентационном форуме очень важно для выпускников. Через несколько месяцев им нужно будет выбирать вуз и специальность. Поэтому попробовать свои силы в одной из профессий – это возможность в будущем сделать правильный выбор. Форум своей главной целью преследует выявить лидеров, выявить ребят и педагогов с активной личностной позицией и помочь профессионально определиться ребятам. То есть это форум самоопределения. На торжественной церемонии награждений по итогам работы форума профессиональной ориентации «Проектория» старшеклассникам и педагогам вручили благодарственные писма и памятные подарки. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.